Добрый день! Сегодня мы поговорим с вами о недостатках Opel Corsa D. Бардачок маленький. Лампы ближнего света часто перегорают. Подвеска достаточно жесткая. Облезает кожа на руле. Нет опции подогрева переднего стекла. Нет явного датчика с температурой двигателя. Часы могут отставать примерно на минуту в месяц. Крышка бачка стеклоомывателя может вот в этом месте надламываться. Пассажирам на задних сиденьях будет немного тесновато, особенно втроем. Багажник небольшой, но терпимый для данного класса. Толстые левые и правые рейки, которые загораживают обзор. Могут перегорать отдельные полоски на подогреве заднего стекла. Капот из салона не виден, поэтому парковка на начальном этапе для новичков затруднена. На моделях до 2010 года выпуска регулятор света не очень удобный и информативный. Датчик давления масла достаточно часто выходит из строя. Смотрите отдельное видео, как его поменять на моем канале. Багажник нужно открывать только рукой. Нет специального датчика для ноги, либо возможности открытия из салона. Даже при сравнительно нечастом использовании звукового сигнала возникает вот такой вот пролом. Пассажирское сиденье не регулируется по высоте. Нет памяти настроек на всех сиденьях. Обивка несъемная. Вам придется чистить ее пеной. Ее невозможно снять и, допустим, постирать в стиральной машине. На сильных морозах, когда у вас аккумулятор уже не новый, машина может плохо заводиться, либо вообще не заводиться. Еще у нас выходил из строя кондиционер. Срывная муфта на нем срывалась, и это под замену весь кондиционер. Это минимум в 17 тысяч рублей. Специальные веревочки, которые удерживают декоративную верхнюю крышку багажника, обрываются в первые же дни. В месте контакта вот этой части и заднего бампера все время происходит скол лакокрасочного покрытия. Задняя, правда, противотуманная фара никогда не горит. То есть лампочка есть, ее можно использовать как запасную, а проводов к ней не подведено. Регулятор направления воздушных потоков часто выходит из строя. То есть через некоторое время вы его поворачиваете, а у вас куда дуло, туда и дует. Декоративная накладка двигателя, блока цилиндров, немного нестандартно крепится. Поэтому ее нужно сначала как бы отодвигать, а потом уже снимать, а не просто отгибать. И поэтому она сломалась же на первом же замене свечей. Для включения кондиционера обязательно нужно нажимать эту кнопку. Недостаточно просто повернуть регулятор в крайне левое положение. Нужно обязательно нажать на эту кнопку, чтобы на ней загорелся индикатор. Если у вас замерзла стеклоомывающая жидкость, то происходит разрыв трубопровода, по которому подается жидкость, для омывания заднего стекла. И дальше для замены потребуется разбор внутренностей салона. Места для замены лампы ближнего света достаточно мало. Приходится снимать коробку воздушного фильтра. Либо с другой стороны снимать коробку с предохранителями. Потому что тут тоже очень сложно подлезть. Нужно быть буквально гинекологом, чтобы поменять обычную лампочку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!